Для Андрея Сурменева мотоцикл – это и мечта, и образ жизни. Впервые тягу к двухколесным железным коням он почувствовал в детстве, когда сел на моторный велосипед. С тех пор он буквально был одержим мечтой мотоцикли и в 13 лет смог купить Яву-350. Накопив там на мороженках, на завтраках и на каких-то минимальных карманных деньгах, которые нам, особенно в летний период, давали родители. Вот, то есть поднакопил, и так получилось, что приобрел себе вот этот мотоцикл. Андрей Щербаков со школы увлекся ездой на мотороллерах. Позднее пересел на свой первый мотоцикл – Урал. Сейчас он рассекает на круизере Ямаха. По словам Андрея, это хобби не для каждого. Чтобы уверенно чувствовать себя на дороге, нужна хорошая реакция и стальные нервы. Некоторые ощущения сложно описать словами, это нужно попробовать. Поэтому людям, которые приходят и спрашивают, почему ты занимаешься именно этим, я говорю, вы никогда, наверное, не поймете, пока сами не попробуете до конца. Можно читать книжки, можно смотреть фильмы, но в действительности все это, когда в твоей жизни на все 100% ты начинаешь понимать и осознавать. Ну, тоже все приходит не сразу, все приходит со временем. В мотоклубах мотоциклисты делятся опытом, находят новых друзей, с которыми колесят по всей стране, преодолевая тысячи километров. Политика клуба помогает не только братьям-мотоциклистам, но и тем, кто оказался в сложной ситуации. Для участников мотоклуба «Вагобонд» уже стала доброй традицией радовать детишек из детских домов и организовывать для них интересные мастер-классы. Мы общаемся с другими клубами, мы ездим в гости к другим клубам, можно сказать, что по всей территории России. То есть, соответственно, общение именно, скажем, на эту тему, на тему мотоциклов, на тему мото-кастамазинга, на тему путешествий опять тех же самых, совместных поездок. То есть, общественная деятельность у нас тоже присутствует. Мы ездим в детские дома, мы занимаемся с молодежью. Представители мотоклуба «Вагобонд» рады помочь всем желающим узнать что-то новое о железных конях и ждут в своих рядах тех, кто хочет стать частью мотокультуры. На лиц старше 18 лет. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.